Вот с таким видео, давайте сначала его посмотрим. Вот это и есть интернациональный Ахмад. Спецназ Ахмад, вот он, пожалуйста. И точно так же, а ну подойди сюда. Ты откуда приехал? Сохранят ли чеченцы память о ней после обретения свободы? Считаются ли погибшие чеченцы в этой войне в своем народе героями? Очень хороший вопрос. Саламу алейкум. Думал, увижу тебя в рядах украинской армии. В Чечне понятно, что не сможешь. А на нейтральной территории почему не пошел уничтожать своих обидчиков? И начнем мы ее, наверное, с очень интересного персонажа, участника российской агрессии в Украине, Апти Алаудинова, более известного в Чечне по прозвищу «желтые штаны», «желтые штанишки». Он вообще в последнее время, последние несколько дней, наверное, стал главным ньюсмейкером с украинских земель. Он где-то на луганском направлении возглавляет какой-то спецназ «Ахмат», и в последнее время он делает какие-то публичные выступления, переполненные религиозными какими-то терминами, высказываниями, но очень специфическими, очень специфическими. И такое даже создается впечатление, что он скоро объявит спецоперацию, проводимую Россией в Украине, объявит ее преступным походом. Так вот, он, значит, на днях выступил вот с таким видео. Давайте сначала его посмотрим. Вот это и есть интернациональный «Ахмат», спецназ «Ахмат», вот он, пожалуйста. И точно так же, а ну подойди сюда, ты откуда приехал? В Сочи. В Сочи, вот, пожалуйста, бросил горячие, как говорится, теплые места. Солнечный Сочи. Да, солнечный Сочи бросил и приехал защищать те ценности, которые нам не способны всевышним. Пожалуйста. За русский мир. За русский мир. Также различными информационными агентствами цитируются слова Аптела Лутинова, что он якобы сказал «Мы войска Иисуса Христа». В общем, очень-очень неоднозначные высказывания делает человек. Но вот то, что он сказал на этом видео, что якобы мы боролись за вот эти ценности, да, и назвал их исламскими ценностями, назвал русский мир. Это очень многих удивило. Люди стали это как-то обсуждать, репостить, задаваться вопросами, смеяться отливенно над ним. Но я хочу вам сказать, что вот именно от Алаудинова слышать подобное неудивительно. Нужно просто немного знать историю этой семьи, этой фамилии. Дело в том, что отец Алаудинова погиб за этот русский мир, когда еще погибать за него не было в мейнстриме. То есть это не было популярно. В 94-м году, в далеком 94-м году, отец Алаудинова погиб в боесолкновении, произошедшем в Урус-Мартане, между нашими силовиками, нашей армией и так называемой оппозицией, Временным Советом, или как-то они там назывались, пророссийской. Так вот, отец Алаудинова был активным участником вот этой пророссийской оппозиции уже тогда, в 94-м году. Уже тогда он хотел, еще тогда, будет правильно сказать, еще тогда он хотел установить этот русский мир у нас, на нашей земле. Когда мы объявили суверенитет, когда весь, можно сказать, народ, за исключением каких-то таких отчерпенцев небольшого количества, когда весь народ был за свободу, за независимость, отец Алаудинова уже тогда отдал свою жизнь за русский мир. Он, можно сказать, одна из первых жертв в этом противостоянии. Поэтому, ну, сын, продолжая дело своего отца, для него, наверное, это действительно какие-то ценности, их семейные ценности, их религиозные ценности, исповедуемые их семьей, я имею в виду. Конечно, это не имеет никакого отношения к исламу, к исламским ценностям. Просто хотелось, чтобы вы были в курсе этой личности, и не стоит удивляться его подобным высказыванием. Иди сюда, малыш. О, ты как раз хорошенько разбавишь нам этот эфир. Этот котенок теперь будет нашим постоянным, наверное, участником. Потому что он очень сильно ко мне привязан. Саляму алейкум. Думал, увижу тебя в рядах украинской армии. В Чечне понятно, что не сможешь. А на нейтральной территории почему не пошел уничтожать своих обидчиков? Алейкум асалям. Война – это не вопросы каких-то личных разборок. Что значит, что он пошел уничтожать своих обидчиков? Войну не ведут для того, чтобы уничтожать обидчиков. Ну, может, кто-то и так и делает, но это ненормально. Война – это очень серьезная вещь. Ты должен понимать, что ты идешь туда рисковать самым дорогим, что у тебя есть, твоей жизнью. И твои идеи, твои задачи, они должны быть кристально чистыми, предельно ясными, прежде всего, для тебя самого и для всех, кто наблюдает за этим. Поэтому война – это не тот момент, куда пойду-ка я там что-то. Разобраться с обидчиками – это, знаете, такой вопрос поехать в какую-нибудь нейтральную страну, вот как Иудов. Помните, грозился, да, типа, приезжай, куда мы можем поехать, где мы не под санкциями. Мы там встретимся, типа, и разберемся, говорил он, но когда его стали звать в Турцию, Иудов туда не поехал. Вот с обидчиками вот так разбираются, говорят, давай, вот, приезжай, значит, будем с тобой говорить. А там идет война. Это крупномасштабно, это боль. Это очень серьезное такое глобальное событие, на него нельзя смотреть, типа, чего бы там разборки не устроили. А на войне воюют военные. Я блогер, я не военный, поэтому я делаю свою работу, а военные пусть делают свою. Какое отношение у чеченцев ко Второй мировой войне? Сохранят ли чеченцы память о ней после обретения свободы? Считаются ли погибшие чеченцы в этой войне в своем народе героями? Очень хороший вопрос. Отношение чеченцев ко Второй мировой войне, оно не такое, как у россиян, и тем более не такое, как навязывается российская пропаганда. Для чеченцев обе стороны в этой войне являются злом. Причем это, возможно, будет резать слух. Многим, особенно европейским зрителям. Но гитлеровская Германия для чеченцев является меньшим злом. Как бы это странно для европейцев не звучало. И это очень легко объясняется. Дело в том, что каждый человек, каждый народ, он судит непосредственно своих интересов, исходя из той боли, которую он испытывает. И от кого он ее испытывает. И вот если для евреев, безусловно, бесспорно для них абсолютным злом является гитлеровская Германия, а Советский Союз был для них союзником, или даже освободителем, то у чеченцев ровно наоборот. Для нас, нашим абсолютным злом для нас являлся и Советский Союз, сегодня Россия. А от гитлеровской Германии мы никакого конкретного зла не получили. Понимаете? И это не значит, что мы считаем гитлеровскую Германию хорошей страной, или добром в этом противостоянии. Конечно, нет. Просто вы должны понимать, что для нас наша боль, она гораздо более ощутимее, она для нас ближе, нежели боль кого бы то ни было другого. Но при этом мы не обесцениваем, конечно, чужую боль. Поэтому отношение такое. Для нас большим злом является Советский Союз, от которого мы получили очень много бед, страданий. Геноцид, 44-й год, высылка. Вообще, сама эта империя, которая как-то эволюционировала, революционировала, была сначала российской, стала советской, сейчас снова российской. Для нас это все одна страна. От того, что она меняет название или государственный строй, ничего от этого не меняется для чеченцев. Это для нас враги. С того момента, как они начали свою экспансию на Кавказ, завоевательные свои походы. И вот на тот момент мы терпим вот эти притеснения от этой империи. И какая-то другая страна нападает на эту империю. Разумеется, для нас первая наша мысль была в том, что это для нас союзники. Гитлеровская Германия для нас воспринималась как союзники, потому что они напали на нашего врага. Того, кто нас оккупировал, того, кто нам навязывает свои законы, свои устои. Тот, кто нас притесняет, вытесняет наши обычаи, нашу культуру, наш язык, пытается нас русифицировать, пытается сделать нас какой-то одной серой массой, не приемлить нашу религию, наши обычаи и так далее. Для нас это первое впечатление от этого было именно такое, что на нашего врага напал какой-то третий игрок. И этот третий игрок очень мощный, и мы должны этим воспользоваться. В данном случае мы должны выступить на него союзниками. Поэтому вот такое было изначальное отношение. Тогда, конечно, не было развито ни СМИ, ничего подобного. Но чеченцы, конечно, не знали, понятия не имели о том, что творят эсэсовцы на территории Европы про эти концлагеря, про уничтожение евреев, остальных, про май кампф. Понятно, что у нас никто этого на чеченском языке не издавал, мы это не читали. Поэтому мы, конечно, этого не знали. Какое у нас отношение к тем, кто оказался в рядах Красной Армии по принуждению, будто добровольцами, по своей воле. Отношение к ним нейтральное, скажем так. К ним отношение нейтральное. Они не являются для нас героями однозначно, но не являются и врагами. Мы к ним относимся как к тем, к людям, которые оказались в этой армии не по своей воле. Мы вот так к ним относимся. Как к людям, которые до конца не разобрались в том, что происходило. Как мы относимся к тем, кто сражался тогда против советской армии. И вот к ним мы относимся с уважением. Они для нас являются героями. Они для нас почитаемы. И не важно, что это тогда могло восприниматься как союзничество с гитлеровской Германией. Гитлеровская Германия еще не враждовала с Россией, с Советской империей, когда мы с ней враждовали. Поэтому для нас это борьба с момента вторжения империи на нашу территорию. А когда кто-то еще присоединяется к этой борьбе, то для нас он просто временный союзник. И вот так именно воспринималась гитлеровская Германия. Сейчас, по прошествии столького времени, каково у нас к этому отношение должно быть? Отношение, безусловно, как к сражению двух зол. И из этих двух зол для нас наименьшим являлась гитлеровская Германия. В этом нет никаких сомнений. Советский Союз для нас большее зло. Это империя зла. Это наш непосредственный враг. Это та империя, которая уничтожила половину практически нашего населения и продолжает до сих пор уничтожать. Это те, от кого мы никак не можем избавиться. Это те, с кем мы воюем за свою свободу уже на протяжении 400 лет. Поэтому, безусловно, Советский Союз является для нас главным врагом. Являлся и сегодняшняя Россия является для нас главным врагом, пока они не оставят нас в покое. Как они оставляют нас в покое, все, вопрос как-то решен. Дальше мы можем развивать какие-то свои отношения международные, партнерские и какие угодно. Но сначала нужно прийти к миру. Субтитры создавал DimaTorzok